Другим темам, воспитанникам детдомов и школ интернатов помогают определиться с будущей профессией. Никаких скучных тестов на профориентирование, а сразу погружение в рабочий процесс. Уже были в парке Ставрополя. Виктория Ахмадулина о впечатлениях. Здесь есть энергетик и электрики, механики, охранники. Именно встречи с охраной больше всего ждали мальчики. Ведь в парке она не простая, а лесная. Под их наблюдением 220 гектаров парковой территории. В обязанности входит не только безопасность отдыхающих и работников, но и чистота леса. Интерес у многих пришедших на экскурсию к этой профессии угас, как только узнали, что оружие охрана парка не носит. В общественных местах оно под запретом. Я хотела бы вальцеским быть, пойти в армию, отучиться, стать вальцеским, ловить бандитов. В парке больше полутора тысяч сотрудников. Большинство технические специалисты, в том числе и с высшим образованием. Электрики, механики, инженеры. А вот за тем, чтобы все аттракционы работали чётко и были максимально безопасными, следит самый настоящий авиаинженер. Я в прошлом авиационный специалист. Аттракцион рассматриваю как самолёт. Такие же технологии. Для того, чтобы обслуживать карусели, обязательно высшее образование. Какое и где его получить для этой и других профессий, по ходу экскурсии рассказывают детям волонтёры. Участники всероссийского проекта «Поколение. Выбор». Именно они оказывают так называемую умную помощь детям, оказавшимся без опеки родителей. Детям нужны не подарки, детям нужно немножко другое. То, что им необходимо, это внимание и возможность получения тех навыков, которые они не могут получить ввиду отсутствия семьи. Ввиду отсутствия родительского воспитания. Мы хотим помочь детям обрести те социальные навыки, которые смогут успешно им реализоваться в этой жизни. Выпускаясь из школ, дети из детдомов и интернатов часто оказываются неготовыми самостоятельно выбрать профессию. Они не знают о том, что востребовано на рынке труда. Как следствие, 90% сирот выбирают профессию по принципу «где проще учиться» или «идут с кем-то за компанию». А благодаря таким экскурсиям воспитанники видят работу изнутри. И уже задумываются, хотят ли работать, например, смотрителем в зоопарке. Чтобы в такую профессию, не знаю, пойти на такую профессию не очень как бы. Не очень хочется. Как я люблю детей. Хочу, конечно, быть воспитателем, педагогом. У меня мечтает, чтобы стать поваром или парикмахером. Мне нравится, как парикмахер стыржет, заплетает, а поварка, ну, на кондитерах хотелось бы, конечно, пойти. По плану у волонтёров экскурсии и в рестораны, и в парикмахерские, и на различные производства города и края. Виктория Ахмадулина, Иван Дуцунов, Вести, Ставрополь.